Здравствуйте! Это программа «Фоменко онлайн». Меня зовут Виктор Фоменко. Боксер, научный сотрудник, предприниматель, журналист. Он менял одно дело на другое, пока не сделал крутой поворот. И не только поменял профессию, но и образ жизни. Был Александр Анатольевич, стал отец Александр. О профессии священника и жизненном выборе говорим с Иереем Александром Каневским. Отец Александр, спасибо, что пришли. Здравствуйте! Люди идут в храм кто за душевным равновесием, кто ищет помощи в сложной жизненной ситуации, кто идет за чудом. Почему у одних это получается, а у других нет? Ну, прежде всего, люди часто приходят в храм, скажем так, за помощью терапевтической. Например, там вот умер близкий родственник. Нигде не можно найти человек утешения. Может быть, даже у психологов был. Приходят в храм, как некая последняя инстанция. Другие приходят в храм, может быть, по каким-то другим мотивам, чтобы сделка состоялась или суд выиграть. Приходят люди, свечи ставят. Приходит и вопрос первый. Кому поставят свечи, чтобы я суд выиграл? Такое тоже очень часто бывает. Если батюшка такой продвинутый, он, конечно, пытается человека сориентировать. Начинать это вообще не с этого. Церковь не решает житейские проблемы. Она дает человеку правильный взгляд на проблемы, которые сложились в жизни человека. Церковь – это институт, который создан нашим Господом для спасения человека. То есть церковь решает вопрос спасения души, вопрос преображения души человека. И вот когда человек становится на этот путь, на путь переосмысления тех истин, которыми, возможно, он в действии получил, или каких-то неправильных установок, человек начинает переориентироваться в них и становится, как бы, то, что мы называем, на путь правильный. Он обретает совершенно новый взгляд на те проблемы, которые раньше он совершенно иначе решал. Благодаря чему? Само понимаете, церковь нашей 2000 лет, 20 веков. Благодаря чему? Во-первых, за 20 веков церковь столкнулась со всеми проблемами, которые только можно себе представить. То есть когда человек говорит, вы знаете, у меня такая проблема, такая проблема, я вам скажу, эта проблема уже в церкви решена много, сотен, если не тысяч раз. И так она решалась в прошлом. Есть смысл посмотреть, а как она решалась в прошлом? Отец Александр, я спрашивал о другом. Люди ставят свечки, люди молятся, выстаивают литургию, исповедуются, причащаются, постятся. Но у одних решается их сложная ситуация, у других нет. Но еще расскажу. Смотрите, вопрос, решение или не решение, это вопрос следующего порядка. Верующий человек, у него есть такое представление, вернее, есть такое вера в то, что ничего случайного не происходит. И вот мы знаем, что есть такое мнение, как промысел Божий, что все, что в нашей жизни случается, случается не просто так. Просто так вообще ничего не случается, абсолютно ничего. Да, и все нужно принимать с благодарностью, потому что это посылает Всевышний. Понимаете, да, не зря есть такая поговорка, что все, что Бог не дает, все к лучшему. И на самом деле это так. Господь – это не автомат, это не космический разум, это не энергия, это живая творческая личность. Более того, это наш Небесный Отец, а мы его дети. И вот как Отец своим детям хочет только добра, и он знает лучше, чем сам ребенок, что ему полезно. Он управляет человеком так, чтобы все содействовало, прежде всего, к его спасению. Поэтому бывает так, что на внешнем плане, может быть, и не разрешается. Может быть, человек болел и продолжает болеть. Вот они сразу выздоравливают, вот он, скажем, на какие-то целебные источники, или какой-то иконичный творный поклонился, и вылечился. А другое дело – то же самое и не вылечивается. Почему? Потому что для этого человека не полезно выздороветь на данном этапе. Может, он через год выздоровеет, через два. А может, вообще не выздоровеет. Но для его души – это только Господь знает меру, что для этого человека полезно выздороветь, а для этого нет. И человек верующий, поэтому воспринимает это то, что мы называем словом «смирение». То есть, говорит, да будет воля твоя. Вот в молитве начинаешься, да вот, там фраза такая еще – да будет воля твоя. То есть, я хочу и то, и то, и то. Хочу быть богатым, здоровым, счастливым и так дальше. Но не как я хочу, а как ты хочешь. Поэтому верующий человек, он уповает на Бога в этом плане. 7-00-49-00, телефон прямого эфира. Можно присоединиться к разговору. Гость программы Иерей Александр Каневский. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши впечатления от услышанного. 7-00-49-00. Вы были не просто светским человеком достаточно долго. Вы состояли в рядах коммунистической партии. А потом, спустя… Не продолжительное время. Ну, не продолжительное, но факт остается фактом. А потом, спустя время, вы не только стали верующим, но и посвятили свою жизнь церкви. Что случилось? Во-первых, знаете, я всю жизнь вообще хотел иметь какую-то такую, знаете, глобальную цель. Поэтому даже тогда, когда уже в конце 80-х, многие смеялись над коммунистическими всякими идеологиями, да. Для меня все это было как бы… Может, я был идеалистом, но я всегда был активистом. То есть, я всегда хотел вот именно трудиться. Я верил в то, что можно построить. Поэтому… Сколько вам было лет, когда вы вступили? 20. Это было в армии. Я уже почти… Перед самой демобилизацией. Вот. Причем, у нас было очень мало людей таких. У нас только было… Мы втроем были. Вот. Причем, один, я знаю, сейчас пошел уже стал каким-то чиновником впоследствии. Он закончил партшколу, вышел партшколу, КПСС и тогда еще. Вот, да. Вот. А я, кстати, что называется, ну, по глубоким убеждениям. Никакой карьеры я вообще даже об этом даже не мыслил. Вот. Ну, а, конечно, когда уже потом начался институт, вот, потом началась ломка вообще нашего государства, как известно, бывшего СССР. Вот. И, в общем-то, мне тоже подхватили вот эти вот идеи переосмысления прошлого. Вот. И, в общем-то, добровольно из партии ушел. Добровольно совершенно. То есть, я не стал… И сколько же вы там пробыли? Полтора года, получается, всего лишь, да. То есть, буквально год после армии уже в институте. Вот. Потому что я очень сильно увлекся, вот, вообще, ну, вообще, творениями Солженицына. Вот. Это очень популярно стали. У вас появилась новая цель глобальная. Да. То есть, новая цель, наоборот, развенчать. Развенчать полностью. И для меня просто… Я просто осознал, что коммунизм принес вообще в нашу жизнь. Вот. Я стал изучать очень внимательно историю царской России. И когда я узнал, какой был рост России. Именно, вот, 14-13-14 год. И когда я узнал, что, боже мой, нас вообще революция отбросила назад на два столетия. Это минимум. Понимаете? То есть, мы утратили все следирующие позиции, которые занимали. Конечно же, у меня был протест колоссальный. Именно против той идеологии, которая… Можно было пойти в политику? Была возможность. И предлагали, кстати. Вот. Предлагали, кстати. Вот. Но к тому времени у меня же была такая альтернатива. Вы баллотировались в депутаты? Нет, нет, нет. У меня было… Просто меня приглашали, ну, во-первых, стать членом партии. Вот. А с другой стороны, и в этой партии как бы сразу мне предлагали определенную должность. Вот. Ну, я был журналистом. Неплохо тексты составлял. Вот. И практически мне предлагали там что-то быть около, вот, вот, политсовета крутиться. Причем партия одна из самых таких известных. И почему же вы отказались? Вот. А у меня вот, опять же, это тоже такая ломка была. Это было ровно за год до моего рукоположения. Я думал, священство или политика. Вот. Ну, и там, конечно… Вот такой выбор. Вот такой выбор, да. Потрясающий. Причем я четко понимал, будучи в политике, можно было сделать карьеру себе. Правда, не знаю, как бы она сейчас мне аукнулась. Вот. Это была партия… Я понимаю, когда человек думает там стать писателем, посвятить свою жизнь искусству, как охлобысти, Ну, я понимаю, или уйти в монастырь, или стать священником. А у вас политика или церковь? Нет, нет. Дело в том, что тут путать не нужно. Я к этому времени уже закончил семинарию харьковскую. Но просто поскольку я параллельно занимался общественной деятельностью, занимался газетой, занимался телевидением. И как-то в поле зрения попало определенных кругов политических. Раз, два. Вот. И потом как-то на одном из митингов ко мне подошел человек и сказал, ты вообще не хочешь вообще к нам? Вот. Ну, поскольку я уже… у меня уже был путь в семинарию. Просто, ну, вы знаете как, был такой небольшой момент, как бы, ну, не ломки даже ни в коем случае. Нет. Ну, задумался. Вот. Мое, не мое. А может, я священником плохим буду? А может быть, там… Может, я там больше пользы принесу? Я не жалею. Что случилось, что вы решили идти учиться в семинарию? Ну, это было до этого. Вот. А в семинарии было желание именно, что называется, посвятить себя Богу. Вот. Потому что я знал, что больше, чем может сделать священник на своем месте, если он хороший священник. Я не говорю, что я хороший священник. Но, по крайней мере, тогда у меня была такая, как бы, мысль, что священник на своем месте, будучи, выполняя свои обязанности хорошо и правильно, намного больше сделать, чем даже врач или учитель. Потому что он в себе совмещает и врача, и учителя. Ну, традиционный вариант, когда дети вырастают в религиозной семье, и они идут в семинарию и становятся священниками. У вас совершенно другая история. Она светская была семья. Поэтому я не услышал, что на вас или кто на вас повлияет. А, ну, это вопрос вот какой. Смотрите. Дело в том, что очень интересный документ привел в свое время Григорий Богослов. Он говорил о том, что, значит, один человек не стал бы христианином, если бы в ком-то не видел, он сказал так, сияние вечности. Ну, чтобы было просто понятно. Если бы я в своей жизни не встретил пример, который меня просто поразил, вот пример преображенной личности именно, меня бы ни одна профа не зацепила бы. Потому что, в принципе, Библию считал очень давно. Еще в те времена, когда я даже не крещеный был. Просто из интереса. Вот. Я слышал очень много правильных вещей. Даже меня вразумляли. Потому что у меня был этап в жизни, когда я, может быть, ну, очень заблудился в своем пути. И у меня уже, даже тогда, люди более духовные, и я над ними смеялся. Они мне говорили, ты погибаешь. Заблудился. Это что такое? Ну, как бы не по тому пути пошел. Ну, как бы это было. У меня был этап в жизни, как у каждого из нас был момент таких глубоких падений. Вот. И я в нем как бы укоренялся, укоренялся. Ничего не понятно? Ничего не понятно. Ну, это более, ну, это ж уже такая, из тайны таких вот интимных. Тайны исповедей, знаете, тоже. Вот. Ну, в любом случае, у каждого человека есть период в жизни, когда он падает. Вот. У меня такой этап тоже был. Вот. Особенно, когда я занимался журналистикой. Вот. И там. Неприятности на работе. Повольнение. Нет, нет, нет. Это личного характера. Личного характера. Вот. Знаете, из-за чего семьи разводятся иногда. Вот. Примерно вот в этой сфере крутилось все. Вот. Вот. И мне тогда уже говорили, что, мол, ты погибаешь. Надо тебе в церковь ходить. Надо там тебе что-то почитать. Я, помню, откровенно над людьми просто смеялся. Просто смеялся. Тебе, какая церковь? Какой? Боже, вы мне тут рассказываете. Причем, вот это я говорил буквально за год до того, как я встретил человека. Вот. Который, я знаю, что был таким харьковским таким, ну, может, средней руки бандитом. Вот. И, когда я увидел его, он сказал, что я возвращаюсь из монастыря. Вот. Хочу принять монашество. Ну, монахом так и не стал. Он понял так, что это не его путь. Но, по крайней мере, по крайней мере, я просто поразился настолько у человека все стало иное. У человека изменилась речь. У него изменилось, я знаю, ну, все изменилось. Дома другая литература. Он женился. У него потрясающая семья. У него потрясающие дети. Ну, вы не виделись там лет пять с ним. Я помню, был период, когда пять лет не виделись. Вот. Я просто не... Понимаете, ни один парапсихолог, никто не в состоянии настолько изменить личность человека в такой позитив. Понимаете? У человека излучалось тепло и благодать. Вот. И когда... И просто вот впервые он когда начнет говорить, я его послушал. Почему? Потому что эти люди, которые мне раньше говорили, они это говорили с раздражением. Я сам чувствовал, что сами люди, которые мне пытаются учить, они сами не живут. И вот нас скажут, что именно вот это очень часто люди эти, скажем так, соблазняют. И в лицах и духовных, и в лицах, ну именно и священного сана, и в лицах, которые ходят в храмы. Когда видят, что человек не соответствует тем словам, которые он сам говорит. Какая встреча перевернула всю вашу жизнь? Он когда начал говорить, я начал его слушать, и когда он дал мне книгу, я ее прочел. И вот... Все-таки непонятно. Понимаете? Он не чужой человек, и вы попадаете под его влияние. Вы знаете, это бывало вообще в жизни у людей очень часто, когда не из своей семьи, а как правило, кстати, как правило, кстати, не зря сказано, что в своем отечестве пророка нет. Вы знаете, бывает такое, даже скажем так, семья священника, ребенок растет совершенно безалаберным. То есть он уладывать не может. Почему? Да, папа священник, папу все уважают. Но для меня он просто там папа, как был папа мне там, когда папа еще крест не носил. Так и было все. Но на этого сына огромное влияние оказывает крестный, который даже не священник. И вот именно он, этого сына, этого священника, может, что называется, научить чему-то хорошему. Очень часто такое, что мы на чужих детей оказываем, на своих крестных, на своих племянников больше влияния оказываем, чем их собственные родители. Это очень часто, кстати, бывает. Так вот, надо сказать, что как раз и в своей семье это большая редкость, чтобы, знаете, такое благочестие в семье, что дети просто именными быть не могут. Как правило, именно дети в семье видят, что да, папа там один на обществе, мама такая, но я-то знаю их в тайные стороны, и эти тайные стороны настолько вызывают в ребенке такое противоречие, а дети очень чутки к двойным стандартам. Поэтому не зря. Многие революционеры, кстати, перед 17-м годом, они именно были выходцы из семьи священников. Потому что они видели, и вообще из духовных семей, они видели вот несоответствие вот именно Папа Намвоний и Папа после литургии. К сожалению, много об этом написано, и это, как бы я американец открываю, о том, что духовенство перед революцией очень сильно пало. Об этом многие предупреждали, что именно собирайте горящий уголь себе на головы. Вот, что единицы из духовенства оставались именно верны, Христу верны церкви. Вот. Вот, вы очень важный момент затронули, как, какое есть, какие есть настроения среди прихожан, и не только прихожан, как люди относятся к церкви, к представителям церкви, для многих непонятно, как священник, с одной стороны, говорит о духовных приоритетах, а с другой стороны, пользуется очень дорогими иномарками. Вы в своей среде этот вопрос обсуждаете? Ну, смотрите, этот вопрос, который, конечно, может быть и стоит затрагивать, вот, но в то же время это определенное такое, знаете, журналистское клише. Понимаете, сразу упоминают, сразу о дорогих иномарках, о дорогих домах, забывая о том, что, например, из трехсот священников, которые, скажем, вот, если скажем, в епархии, да, допустим, у нас, ну, на дорогих машинах есть человек десять, ну, на таких реальных дорогих машинах. Вот. Но зато процентов семьдесят духовенства, которые служат в области, или служат на бедных приходах, или просто даже на харьковских приходах вторыми, третьими, четвертыми, вот, по большому счету, они пользуются городским транспортом или очень дешевыми машинами только потому, что если человек живет в области, а живет в Харькове, он просто априори не сможет сделать все свои дела, которые необходимы ему по своей деятельности. Но он не имеет возможности эти машины приобрести. Потом, в следующий момент, почему не надо соблазняться, скажем, дорогими иномарками, я пока про иномарки говорю. Я вам скажу так, сколько бы приход не зарабатывал, грубо говоря, зарабатывал, вот, приход, да, на свечках, там, на продаже, там, утвари церковные, там, на книгах и так далее, нереальную священнику за свечки купить себе там машину, там, за шестьдесят тысяч евро, например. Седа – это подарки спонсоров. Запомните этот раз на Седа, это я готов просто в этом просто свидетельствовать, что все дорогие машины членские – это подарки спонсоров. Да, бывает, когда кое-каким батюшкам повелось за спонсорами, которые являются там, ну, они будут даже… А кто такие эти спонсоры, которые способны на такие подарки? Смотрите, здесь складывается определенный круг. Вот, сначала этот спонсор восстанавливает храм, или даже строит его с нуля. Впоследствии у него завязывается, естественно, уже семья и определенные отношения. И когда наступает время, скажем, юбилея церковного, или время, скажем, юбилея освящения храма, например, или какая-то еще дата, то здесь, знаете, такая работа, такое слово… Слово «фишка». Здесь такая фишка, чтобы я сделал такой подарок, чтобы батюшка сказал, да, вот это человек, вот это спонсор, вот это я нас понимаю. Тем более, эти спонсоры, они с друг с другом тоже общаются, и у них тоже есть такой как бы элемент. А я вот своему то подарил, а я еще круче, а я еще круче, и такое, кстати, есть. Понимаете как? Поэтому… А батюшка что? Ну, он же не на металлуре будет ее… А если это молодой священник? Вы знаете, я за свою, простите, вот такую карьеру небольшую, я ни разу молодого священника не видел, там, на Мерседесе, например. Ни разу не видел. Ну, не обязательно Мерседес. Если это, конечно… Нет. А если это машинка такая, которая вполне очень даже может быть. Я знаю даже больше. Есть у нас общины вот в Харьковской области, которые батюшки машину покупают. Причем говорят, что батюшка, эта машина не ваша, это машина прихода. Ему оформляют там доверие какой-то, и он ездит для чего? Чтобы просто успевать. 7-00-49-00. Можно присоединиться к разговору. Гость программы. Священник Александр Каневский. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. 7-00-49-00. Какая у вас машина? Вот у меня машины нет. Почему? Хотя, казалось бы, может быть у меня… Понимаете, я в ней смысла не вижу. Я делаю на то, что я служу в Харькове. Вот. И если мне что-то очень срочно надо, я просто беру такси. И я реально, я просто вычислил. Такси, оно дешевле, понимаете? Оно дешевле, чем покупать машину, и потом тратится на разные… Вы знаете… Я… Мы встречались с вами несколько лет назад. Вы говорили, что служите и в Благовещенском соборе, и в Успенском храме. А по поводу прихода вы говорили, что церковь строится под Харьковом. И это будет ваш приход. Да. Построили церковь? Значит, церковь пока не построили, потому что мы так и не смогли там разрешить ряд вопросов. Вот. Чисто такого, знаете, бумажного характера. Вот. Но меня сейчас перевели на другой приход. Я сейчас служу тоже в черте Харькова. Ну, конечно, подальше, ближе к окружной. Вот. Это храм Иоанна Златоустова, бывший ДК плиточного завода. Это на улице Мира, 92. Вот. Сейчас служу я там. Вот. Но иногда приглашают в собор Благовещенский. Вот. Иногда приглашают там просто помочь. Вот. Основное место служения сейчас, конечно, немножко стало подальше. Но это еще не ваш приход? Мой. Мой приход. Ваш? Да, да, да. Это уже мой приход. Вы довольны, сколько людей к вам ходит? Я доволен динамикой. Вы знаете, когда пришел, приходило, ну, вот так вот регулярно, человек 15-20. Вот сегодня обычная была служба. Обычный был день. Не воскресенье. Сегодня у нас было на службе 50 человек. Вот. То есть люди стали ходить. Почему? Ну, во-первых, есть проповедь. Вот. Ни один человек не уходит, не услышав ответов. Не услышав какие-то ответы на свои вопросы. Вот. Но это, опять же, не потому что я такой хороший, просто я считаю так, что пастырь должен быть прежде всего, ну, вот, что называется, пастырем. То есть, как сказать, пастырь должен пасти овец. Не только их стричь, но и пасти. Вот. Поэтому, как бы, стараемся делать так, чтобы, по крайней мере, максимально для того, чтобы люди понимали, зачем нужна церковь, зачем нужен храм. Вот. Я большой противник так называемого обрядового православия. Вот. И поэтому, когда приходят люди, я вижу этих людей, которые приходят в храм и просто стоят на месте со свечами и думают, так, куда поставить свечи. Вот. Я пытаюсь объяснить, вот, что свечи – это еще не вся церковная жизнь. Вот. Что есть намного более глубокие вещи, и начинать нужно вообще не со свечей. Вот. Если мы приходим в храм. Поэтому, в общем-то, как бы, начинаем об этом говорить. Люди понимают, что это серьезно. Что здесь, как бы, все серьезно. Вот. И начинают потихонечку подтягиваться. Потому что я смотрю так, что на каждой службе два-три человека совершенно новых. Скажите, пожалуйста, а какая церковь у нас в регионе самая популярная? Ой, я вам так не скажу. Вот. Вы знаете, у каждого человека – это чистая вкусовщина уже, понимаете? Во-первых… Неужели нет никаких замеров, никакой статистики? Нет. Ну, почему нет? Я, в общем-то, нет. В принципе, есть. В регионе у нас есть, допустим, скажем так, двойка-тройка церквей особо популярная. Вот. В силу того, что, опять же, понимаете, из этой серии не место каждый человек, а человек место. Понимаете? Там, где настоящие пастыри, то есть там, где настоящие духовники, туда люди тянутся даже с других концов города и даже с области. Вот. Я знаю эти приходы. Вот. Мне посчастливилось. Я считаю, что просто посчастливилось. Вот. На этих приходах служить под руководством пастыря, которых очень много научился, я им очень благодарен. Ну, вы не сказали, что православные церкви имеют наибольшее количество прихожан? Ну, во-первых, этот вопрос не стоял. Вопрос, понимаете, как… Но он подразумевался. Он подразумевался. Точнее, такой ответ подразумевался. Разве вы не сказали, значит, ситуация сегодня сложная? Или как вы ее характеризуете для православной церкви? Я вам скажу так. Насколько я могу отследить, вот когда… Насколько сильна конкуренция со стороны протестантской церкви, например? Смотрите, значит, сразу оговорюсь. По большому счету православие в популярности, в рекламе не нуждается. В популяризации – да, в рекламе – нет. Вот. Нам нечего рекламировать. Дело в том, что, понимаете, человек, который приходит в храм первый раз, я вам скажу, потрясающий случай. У меня недавно был разговор с атеистом с одним, который мне очень долго говорил о том, что, ну, вы же просвещенный человек, вы же с высшим образованием, красный диплом, там, семинария, там, все. Ну, вы столько книг прочитаете. Ну, почему вот вы верите? Вы в самом деле верите или вы просто на этом деньги зарабатываете? Просто такой был вопрос. Я ему просто сказал, что-то я ему говорил, очень долго говорил, грументы приводил. Он с чем-то соглашался, что-то от чего-то категорически отходил. А потом просто я взял и пересел на службу. Причем, что интересно, это был, я помню, он пришел, я сказал, приходите в воскресенье. Он пришел в субботу. То есть день, когда, когда людей, тем более сейчас лето, кстати, это случай, это было, я вам скажу так, в конце мая, то есть когда уже начиналась такая пора уже дач, вот, то есть когда уже храм у нас традиционно немножко так становится более пустые, то есть люди уже так в отпуска. У нас в храме было человек десять, и он пришел на вечернюю службу. Вечером вообще людей очень мало. И как бы у нас хор такой, что-то поет, что-то читает, десять бабушек стоит, ну как бы так ничего не происходит. Он шел в храм, и я смотрю, так вот, стоит и притихший, стоит и молчит, и такой как бы присмиревший. Вот. А по службе он сказал, вы знаете, я что-то, я почувствовал, что здесь что-то, что-то у вас здесь происходит. Я говорю, а что происходит? Я говорю, я не могу это объяснить. Но он сказал бы, приходит человек в супермаркет, люди тоже стоят или там в кинотеатре, люди стоят там, слушают что-то, смотрят. Этого чувства нет. Почему? Пришел человек, полностью неверующий в храм, ничего не понимает, что у него происходит, люди стоят. Он самое главное сказал в конце. Он сказал то, что я даже не мог это сформулировать. Он сказал, я почувствовал присутствие. Объясните, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы ходило больше людей зрелого возраста, молодежи. Как вы считаете? Ну, прежде всего, я думаю, молодежи. Потому что, по большому счету, у нас всегда церковь была с женским лицом, еще с времен апостольских. Еще у нас, в конце концов, жены мирносятся, первый пришел на гроб к воскрешему Христу. Поэтому у нас, как бы, традиционно, женщины более тянутся к праву, более христианской. Нужна какая-то реформа православной церкви? Смотрите, реформа никакая не нужна. Почему? Потому что церковь – это абсолют. Это абсолют истины. А реформа любая предполагает улучшение. Церкви улучшать нечего. Совершенное развиваться не может. Получается, отец Александров, вы себе противоречите. С одной стороны, вы против обрядового православия, которое очень распространено, когда люди относятся к церкви как к супермаркету. То есть, они пошли и купили какую-то услугу. С другой стороны, вы говорите, «Нет, меня все устраивает. Не надо ничего менять. То, что ходят преимущественно пожилые люди. Нет, я от этого не страдаю. Я не пойму, где вы говорите правду». Я понял. Тут, смотрите, здесь никакого не противоречия. Смотрите, то, что люди неправильно понимают православие, само православие, оно никак от этого не страдает. Понимаете? Потому что православие, оно содержится канонами, благодатью Божией, оно нерушимое. Проблема в людях, что люди не понимают природу православия, не понимают духа христианского. А вот из этого уже возникают проблемы. И вот эти проблемы, которые возникают, очень часто это недоработка церкви по части миссионерской деятельности. К сожалению, к огромному сожалению, наши батюшки в массе своей, они не готовы идти за церковную ограду. Я знаю массу людей, которые отказывались, когда их приглашали в школы, когда их отказывают в институт. Батюшка ссылается на занятость или пытается позвать в епархию, чтобы однозначно другого священника. А насколько это корректно, при том, что церковь отделена от государства? Она отделена от государства, но церковь не отделена от общества. Дело в том, что церковь, она не имеет права вмешиваться... Но когда представители других конфессий скажут, стоп, минуточку, если приглашают православных священников, почему нельзя туда прийти буддистам, например, или католикам? Извините, так они и приходят. И приходят. Школы? Конечно. Буддистам мне только... Какие? Рассказывают. Только потому, что у нас, смотрите, все зависит от позиции управления образования и бывает на местном уровне просто директор школы. Если директор школы не отличает креста от полумесяца, ему любой человек придет в школу и скажет, вы знаете, мы хотим у вас тут провести несколько лекций для своих учащихся, а с этим мы вам класс компьютерный оборудуем. И директор школы, который не сведущий о вопросах духовных, он с радостью распоткнет двери любой конфессии. Если человек, директор школы, понимает... Вы сказали о том, что реклама не нужна, но ходить по школам. И вы говорите, это миссионерская деятельность. Это, наверное, уже рекламная деятельность. Нет, это не рекламная деятельность. Это деятельность просветительская. Вот именно, понимаете, нужно людям рассказывать христианство, какое оно есть. Не из журнальных статей, понимаете, не из того, как интернет-издания, которые трактуют некоторые вещи церковные, совершенно не понимая природу церкви. Понимаете? А это должны делать духовные лица, которые на это учились. Тут уже вопрос следующего плана. С одной стороны, готовы ли священника услышать? Раз. Но второй вопрос более важный. Насколько священник владеет вопросами? Насколько он может так заладить аудиторией молодежной? В церкви. Вне церкви. Вне церкви. Вне церкви. Вне церкви. Чтобы он пришел священник в священническую аудиторию, его слушали и задавали вопросы. Но главная его работа – это служба? Да. Это проповедь? Безусловно. Но дело в том, что церковь, это, скажем так, совершенно не, скажем, нечто такое обособленное. Стоит храм в этом районе, он обязан, церковь обязана поинтересоваться. Если в этом районе есть детские дома, поинтересуйтесь. Может, они чем-то нуждаются в казахстане. Может, нам нужно детей покрестить. Вот. Опять же, для того, чтобы как-то приобщить храму. Поймите, не для того, не как коммерческая организация, а приобщить к благодати. Чтобы человек не заблудился, чтобы человек на другой путь не стал, чтобы он стал на путь правильный. Понимаете? Если школа… Отец Александр, я понял. Объясните, пожалуйста, какие вопросы вы в своей среде обсуждаете? Или церковь – это такой строгий институт, где обсуждения… Ну, не то, что дискуссия, а даже обсуждения, они исключены. Смотрите, чем отличается церковь, вот каноническая, от тоталитарной секты? У нас можно говорить на все вопросы, в том числе и о негативе. Вы говорите в принципе, а я говорю в реальности. В каком виде это происходит? Очень свободно. Например, смотрите… Собрания? Если мы говорим… Нет, как это называется? Конференции? Круглые столы? Нет, у нас такого нет. А как? Это всегда неформальное общение. Смотрите, после службы… Кто это организовывает? После службы… Нет, вы не поняли. Я имею в виду, вы со своими коллегами общаетесь? С духовенством? Да. Ну, понимаете, здесь такое обычное, опять же, неформальное общение. У нас бывают собрания там несколько раз в году, и практически когда решаются какие-то вопросы. Вот. Но это как бы вопросы, это как любая организация, которая решает вопросы именно коллегиально. Либо нужно просто довести до сведения. Вот. А друг другу общаемся… В крупных организациях проводят корпоративы. Ну, преследуют разные цели. Иногда это связано с праздниками. Иногда с днями рождения. То, что людей объединяет, сплачивает… У нас это и называется «престольные праздники». Вот когда, скажем, вот храм освящен честь, скажем, как у нас святителя Иоанна Златоустова. Это означает, что 26 ноября я приглашаю в свой храм, ну, священника, которых я, допустим, уважаю или который уважает меня, и у нас собирается человек 20. И вот после этого мы как послужили, 20 человек мы друг друга не видели целый год, практически, или мы редко встречаемся, только так знаем, что кто там, кто там служит. Вот тут можно обсудить разные вопросы. У кого что на приходе творится? Какие проблемы? Кто там что строится, не строится? У кого там… Обсуждаем все. Когда последний раз у вас была такая встреча? Когда вы приглашали своих коллег? Ну, у нас еще у нас не было еще престольного праздника. Это праздник в ноябре будет. Вот там и поговорим. Вот. А так меня приглашают. Вот. Потом вообще не забывайте такую вещь, что поскольку я еще занимаюсь отделом по делам семьи, вот, у нас именно происходит то, что мы называем приходскими конференциями. Вот. Вот там уже мы собираем прихожан, причем это форма именно приходского собрания. Это непосредственная школа. Я понимаю, да. Но это другое. Я говорил о… О духовенстве. Да. О вашем общении в своей среде. В основном это… В основном это общения неформальные все. Батюшки встречаются, как они хотят, говорят, о чем они хотят. Вот. На престольных праздниках тоже обсуждаются разные вопросы. Вот. И есть, естественно, те вещи, которые устанавливает самоепархиальное управление, когда назначают собрание священства, когда нужно… Ну, это в случае очень важные какие-то вопросы. Украина сейчас на пути от авторитарного государства к демократическому. Церковь коснулись процессы демократизации? Смотрите, сразу пояснил. Церковь, она над государством. Вообще, не делать церкви, а вообще вмешиваться даже в дело именно государственного устройства или переустройства. Это теория. Задача другое. Если посмотреть телевизор, то мы увидим, что церковь и государство на самом деле пересекаются. Вы знаете, здесь просто мы коснемся вопросов. Он не очень для нас таких вот гладких. Вопрос в том, что мы видим много людей в священнической одежде. Понимаете? Я представляю церковь каноническую, то есть церковь, украинскую прошланную церковь Московского Патриархата. И я не часто, честно говоря, вижу потерянную священников именно Московского Патриархата, которые что-то очень активно осуждали в сфере государственного устройства. Есть ученики других конфессий, которые тоже вот примерно как я одеты, и очень много говорят и об украинской державе. Вот. И о государственном, о разных программах государственных и так дальше. Вот. Но поймите, это немножко другая. Я за них не буду отвечать. Вот. Я знаю одно, что... Но мы не говорим сейчас о других церквях, мы говорим о вашей церкви, которую вы представляете. Мы... Мой вопрос был, коснулись ли церкви процессы демократизации. Понимаете, я не знаю, что это такое. Вот я как священник не знаю, что такое демократизация в церкви. Понимаете, демократизация это чисто светское слово, светское понятие. Оно касается только государства. В церкви четкий порядок. У нас в церкви демократии нет. У нас есть четкое единоначалье, которое и на этом все строится. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а за эти 20 лет и уже 23 года независимости Украины, как изменилась церковь? Никак. Церковь никак не изменилась. Православная церковь московского патриархата. Украинская церковь, она автономна, она независима в управлении, имеющая свой синод. Она абсолютно свободна в своем внутреннем управлении. И на нее внешнее влияние никакого никто не оказывает. Спасибо. И в заключение вопрос, как вы относитесь к идее объединения православных церквей в Украине? Очень позитивно, но вопрос как. Через покаяние отпавших от истинной православной церкви других конфессий, очень даже позитивно. Если другие конфессии покаяются в том, что они в расколе состояли и присоединятся к канонической церкви, очень даже позитивно. А в плане слияния оно просто априори невозможно. Потому что невозможно соединиться с тем, кто не является церковью по определению. Понимаете? В церкви самая главная черта – это апостольская преемственность. Вот. Которой нет в других конфессиях, которые должны называть себя православными церквями. Вот, собственно говоря, и все. Отец Александр. К объединению 180. Мы даже молимся, за каждое поколение мы молимся об объединении, о соединении святых божьих церквей. И это же такое вот прошение, о котором мы молимся. Чтобы едины были все вместе. Наконец-то мы нашли самое для вас приятное тело. Наверное. Спасибо, что пришли. Спасибо. Да, вам также. Отец Александр Каневский, с ним говорили о профессии священника и о жизненном выборе. Следующий эфир уже в понедельник, как обычно в пять вечера, а через полчаса встречайте Ирину Князева, Ирину Князеву и Дмитрия Глебова с итоговым выпуском новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...